Толщина воды около полуметра. Проезд тяжелой техники разрешен. На легковом авто практически невозможен. Сообщение о затоплении моста на пост МЧС поступило в 6 утра. Спасатели говорят, что еще в полночь ситуация была стабильной. Однако активное таяние снега пошло с восходом солнца в 5 утра. Отрезанными от большой земли остались 379 человек, 138 жилых домов. Из них 54 ребенка и 36 человек. Категория 60 лет и более. Еще трое жителей прикованы к постели. Для них и тех, кому может понадобиться скорая помощь, стоит пожарная машина. На технике спасателей при необходимости доставят бригаду медиков. На деле тот самый мост, который затопило сегодня утром, это лишь временная переправа. Вот он основной. Сейчас здесь вовсю идет строительство и планируется открытие моста уже этим летом. Все, кто утром так и не добрался до работы, остался в селе. Николай Овчинников – первый житель, родившийся в этой деревне. Он тот самый сын в честь отца, которого деревню прозвали Тимофеевкой. Сегодня тоже наблюдает за ситуацией. Вспоминает, как раньше готовились к половодию. Вода вот здесь была, в настоящей половодии, где мы стоим, была вода. Но вот в такой ситуации, чтобы все знали, мост будет снесен. Кому, значит, что-то купить надо, туда. Ну и машин было поменьше. Вот. Ездили, привозили. Мы готовились к этому. Силы сейчас брошены на восстановление пешеходного моста, расположенного в полукилометре от места затопления. Сейчас это единственная возможность переправиться на противоположный берег. Обойти его нельзя. Он окружен водой по пояс. Мост заброшен. Передвигаться по нему крайне тяжело без мужской помощи. Временно он был перекрыт поддонами, которые из своих запасов отправила местная жительница Наталья Долматова. Это мои поддоны. Я выписала в заводе баню топить. Ну и вот все эти поддоны пригодились. Вот насколько хватило. Люди сегодня пошли на работу. Одна женщина упала с этого моста. Временное покрытие на мосту уже обновили. Помощь организовало местное предприятие. Через него осуществляется передача продуктов в частный магазин. В роли грузчиков – местные жители. Вот так и живем. Все там, все там. Продукты? Какие? Пока. Чай пить. Чай пить. Уже к 10 утра уровень воды стал ниже примерно на 40 сантиметров. Однако сотрудники высокогорского пожарно-спасательного гарнизона будут дежурить, пока вода полностью не уйдет с низководного моста. Анжи Графиева, Аниль Бухарлямов. Новости Татарстана.